Церемония награждения победителей проекта Экожаз прошла накануне в столице. Школьники из четырех казахстанских городов боролись за гранты. С их помощью ученики могут воплотить в жизнь свою экологическую идею. Будь то сад, технология переработки одежды или новый вид полива. Подробнее о конкурсе, который, к слову, проходил впервые, расскажет Марк Брушко. Экологические инициативы для учебных заведений. Проект Экожаз, хоть и пилотный, однако сразу привлек внимание школьников. Цифры говорят за себя. Поступило несколько десятков заявок на участие. Такого внимания организаторы в национальной волонтерской сети компании «Шеврон» точно не ожидали. У нас есть проекты, которые, например, старшеклассники хотят обучать экологии, экологическому просвещению младшеклассников. Они хотят вместе с малышами сажать, скажем, делать сад вокруг школы. У нас есть контейнеры по переработке мусора. У нас есть компосты. Жюри выбрало 30 проектов, которые, по их мнению, можно на самом деле реализовать в коробке сет. Их, к слову, защищали команды, состоящие из учеников 9-11 классов и преподаватели. Изначально в проекте участвовали 4 города. Нурсултан, Кокшетау, Караганда и Тимиртау. Мы просто решили, что пилот будет очень хорошо сейчас опробировать в центре страны. Плюс Караганда все равно все-таки регион, который экологически страдает. И тут нужно поддержать ребят. Но отклики от всех регионов. И нам прям писали очень много отзывов, что мы тоже хотим участвовать, нам тоже интересно. В итоге в каждом городе определили по два победителя. Обладатели первых мест получили денежные гранты на реализацию своих проектов. Предполагается, что в будущем уже они смогут делиться опытом с новыми изобретателями экологических инициатив. Марк Бышко, Асхат Крикайшиев, Хабар, 24.